Деньки, не успел закончиться вчерашний игровой день, а мы снова здесь, друзья, с 14-м сезоном Винлайн Д2ЦЛ, и мы, конечно же, готовы для вас проанализировать и прокомментировать, и, в принципе, обозрить по-прежнему патч, который вышел позавчера, и мы будем этим тщательно сегодня заниматься замечательными товарищами. Это Джем, это Лост, я все так же гром, за сутки все так же ничего не поменялось. Ну и, собственно, у нас по-прежнему есть недопонимание по патчам, кто-то его не дочитал, кто-то прочитал плохо. Ну, я не дочитал, что сразу кидаться-то, не у всех есть много времени, но я вот сейчас в прямом эфире буду дочитывать некоторые вещи, но я остановился там на середине героев, тем не менее, хоть какое-то представление о патче, конечно же, имеется, я просто пообщался с многими людьми, так скажем, из знающих из мира Доты, поспрашивал их мнение, потому что у меня своего-то нет, чужое взять за основу, что ладно, я шучу, конечно, просто интересно было послушать, но в целом плюс-минус мысли у всех сходятся, патч довольно странный, ну вот, по мнению многих, потому что не этого немножко ожидали от Доты. Странно, это такое метафоричное выражение, значит, мы сказали ничего, мы не хотим ничего говорить, просто будем кидаться вот таким словом. Из-за того, что, ну, это не то, что ты ждешь, во-первых. А что ты ждешь? Я ждал ускорения игры, если честно, средних, а тебе наоборот, из-за того, что теперь левел ты дольше получаешь, у тебя получается, что игры вообще растягиваются по-хорошему. Особенно, особенно, у меня всегда калило в Доте, не знаю, как вас, первые пять минут игры, в которых, ну, вообще ничего не происходит, как правило, ну, то есть ты... Я вообще не понимаю, зачем эта стадия нужна. Да, ты видишь, что, максимум, что ты можешь наблюдать в первые пять минуты... У нас, кстати, да, вопросы есть, которые нам периодически будут задавать. Если Кентавар поставит тележку, сделает телепорт от тиммейта тоже... Я логически, я только логически говорю, мне плевать, как там в Доте. Нет. Мне максимально плевать, как там в Доте вообще. Мы вчера в этом убедились. Да, в общем, логически, вот он же делает ТП на себя, а не на тележку, поэтому... Логически тележка никуда не дожди, а улетать, она должна остаться на месте. Очевидно. Скорее всего, это не так будет работать, здорово. Спасибо. Возвращаясь к нашей дискуссии, собственно. То есть ты хочешь сказать, что если на травелах нажать ТП на вражеский трон, то ты улетишь в месте тележки? Это по логике тогда и виск должен. Это если ты взял виспак и принадлежал виск. Ты знаешь, что круче? Один ест там путь, ест с одному, бабка ест второго. Если вдруг захотите тележки, у вас... Или в бар запрыгиваете. Нет, я не знаю, если честно, это нужно все тестить. Я не удивлюсь, если в какой-то момент это реально будет так работать. Это будет максимальный мем, но бывает. Ты же знаешь тему с округлением в доте? Конечно. Помимо поинтов DPC, само собой, статы, оказывается, работают так же. Ты знал об этом в доте? Что вот эти вот 1.9, 1.5 и так далее. Округляется в меньшую, да? Да. А где логика, собственно? Класс! Вот в чем смысл. У тебя что, 1.9 округляется в 1.1? Да. В меньшую сторону, представляешь? То есть тебе нет смысла рашить атак спид, если у тебя 1.9? Типа, это полная фиаско, я не знаю, возможно, я посмотрел просто видос в целом, как это в доте работает, возможно, реально людям было впадло высчитывать дроби. Ну, то есть они написали код, типа, на целое число, а дроби, типа, ну, пошли они. Это потрясает мою теорию, которая с каждым днем становится правдой, что людям, в принципе, впадло. Ну, возможно, возможно. Лень диктует условия, лень правит миром, поэтому люди... Я просто тоже совсем недавно наткнулся на это, оказывается, это реально так работает. Ну, вот Морф у себя, кстати, недавно в видосе тоже об этом говорил. Я про него и говорил еще, что да, ну ладно. Вот, но там же действительно справедливости ради стоит заметить, что вроде как и в РП должны были выходить. Как тебе... Праймл Бист? Праймл Бист. Вот это фрипотез для меня в каждой игре. Я не помню ни одной игры, где бы он против меня выигрывал вообще и было бы полезно. Честно говоря, в первые дни я сгорел от этого героя, но потом, поиграв там, ну, какое-то время, я понял, что это реально не такой... Это фрипотез, да, я согласен, да. А когда он за меня, соответственно, я просто делаю все возможное, чтобы игра закончилась быстрее в пользу противника, потому что сидеть и с этим героем мыщиться на его нафиг. Ну, посмотрим, что здесь интересует. Сейчас его немножко изменили, может быть. Сейчас Бристалбэк еще сверху и нормально. Кто его знает. Ну, ему дали Аганим, там, вот я почитал в патче, да. Наконец-то ввели. До этого, насколько я помню, он без Аганима был, если не ошибаюсь. Я, наверное, просто ни разу не играл. У этой. У Марси тоже же поначалу не было Аганима. Да у любого героя. У Марси не нужен Аганим. Аганим, что шарт на этих коне не нужен. Не, ну шарт, кстати, еще более-менее нормальный. У Марси все, что нужно, это блинг, линза и все, это хватит. Но, тем не менее... На этом она уже выдала импакта больше, чем половина инициатива. Насколько я помню, что у него теперь есть ауешное истощение, как минимум, с Аганима. Это вроде не так уж и плохо работает на 2,5 секунды. Ну, если ты попадаешь. Если ты попадаешь, конечно, само собой. То есть я не верю, у меня мало доверия к этим спилам, которые вот там что-то куда-то плетают, потом вот эти штуки влево-вправо. А мы кибер-катлеты, да, которые едут на турнир, где будем заработать 40 миллионов долларов. И я не верю, что ребята за 40 миллионов долларов не смогут сделать шаг в сторону. А где 40 миллионов сейчас? И пока нет. Так, конечно, не факт, что 40 миллионов будет. Пока не добавят, если что. Они могут рисовать там. Кстати, а где этот? Кто? Батл Пасс. Короче, ты еще протрускаешь в России. Сань, 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 Сань. Пока призывы растут, но за Интернешнл они будут расти. Да это понятные дела. Как только будут призывы, что они начнут падать, все, будем... Ну, я правильно понимаю, у Инта 2 месяца осталось же. Да. А Батл Пасс. Ну, скоро будет, не переживай. Скоро будет, Расса. И будет настоящий 5 тысяч рублей. Я думаю, что в начале сентября где-то. У тебя все равно нет денег, зачем тебе Батл Пасс? Я для другого спрашиваю. Для другого пацана, у которого есть деньги. Это у кого? Кто у нас богатый? Майл. А, Майл. Ладно, он богатый. Он богатый, да. Согласен. Так вот, о чем это мы говорили? О всякой фигне, если честно. Так, пока первая стадия драфтов идет, ну, Рейн... Мы говорили об этом. Ну, а, кстати, да, про Праймал Бистан. Честно говоря, ну, не знаю. Для меня это все равно герой, который... Вот ты на него смотришь, и это герой не из Доты. Это герой, не знаю, из какого-то... Из какой-то другой игры, если честно. То есть, ну, вообще не идут. Да, из какой. Не знаю там. Какую игру он тебе вспоминает. Помнишь, мы вчера это обсуждали, что очень много заимствованных героев Доты? Ну, какие? Я думаю... Ну, про Тимбера тогда мы вчера это обсуждали. А откуда даже Тимбера? Тимбера взяли из... Вова говорил, какая-то мобильная игра. Не помню, как она называется. А в итоге она взяла из первого Варкрафта эта мобильная игра. В итоге один украл другого, второй украл третьего, и вот получилось. Она не могла дать его из первого Варкрафта. В моей памяти о первого Варкрафта вообще никто не играл, никто не знает, как это игра. Ну, вчера... Ну, в принципе, смотрите, реплей... Короче, да, Тимбер заимствовал... Из лора Варкрафта, где был чел, который просто ходил и рубил деревья за Орду. Я бы сказал, что этот герой из какого-нибудь шутера вообще, там, знаешь, типа арка и так далее, где вот эти динозавры и прочее. Но под дот он вообще, лично для меня, он не вписывается. Вчера Ёж говорил, что он там по описанию, можно... Праймал Бист? Да, Праймал Бист, что он из какой-то там супердалекой планеты, где все хищники, он там самый свирепый типа хищник. Круто, конечно. То есть, ты знаешь, это, получается, он с планеты этих... Обезьянник. Ну, Старкрафт, я думаю, все играли. Нет. Там, куда Керикан влетела, там были все эти хищники, они все пожарили друг друга, там... И вот он очень похож на тех вот самых динозавров, как раз ту самую планету, про которую Саня и рассказывал, слушай, все сходится. Слушай, ну, возможно, но эта планета не вяжется немножко с вселенной доты, мне кажется, но неважно, это... А, какая разница. Этот герой выглядит как герой из крутого ивента, который решили просто добавить в игру, вот и все. Иван, мультик... Потому что он всем понравился. Иван, мультик по доте видел? Как там уже завернуло? Аниме по доте. Аниме про доте. Мультик про мультик? Нет. Мультик аниме — это одно и то же. Постегнул на честь. Короче, уже куча вселенной там, человек прошел кучу вселенной, посмотрел на всех и вся, и там, и там, и там, и там здесь все увидел. И, короче, уже что угодно можно там придумывать, каких угодно персонажей. Нет, ну, с этой точки зрения, любую вселенную можно взять. В Марвел тоже ввели вот этот мир мультивселенной. И давай туда накидывать вот это вот это все бесконечности. Воскрешаем, возвращаем. Этих воскрешаем. Напоминает мне что-то форсаж. Так нет, на самом деле так и есть. Я недавно перечитывал разные вариации вселенных. Там есть там серия у Марвел достаточно таких темных, жестких комиксов. Там, типа, «Конец человечества», где там Росомах убивает всех, там, «Люди Икс» и так далее. То есть, ну, там много разных событий. Но это просто... Альтернативное. Я понимаю, чем это обусловлено. Но здесь, ты смотря на этого героя, ты видишь, ну, я не знаю, ну, круто вроде, да. Но я бы не хотел на нем играть. Если честно, у меня вот желание не видеть его вообще ни в одной игре. Но он криповый. Отлично у меня. Вообще, он очень криповый. Ты вот, ты видишь, вот ты смотришь на всех других героев, они тебе, ну, никакого отторжения не вызывают. Я смотрю на него, у меня отторжение. Я вот просто... Ну, ну, это... Это он не должен здесь быть. Визуально он тебе не нравится. И вообще мне по всем... У него, смотри, в принципе, как иконка нарисована, вот эта анимированная. Она по отношению к другим, ну, вообще какая-то, ну, вот прям... Прорисовка другая. Такое ощущение, что просто, знаешь, как... Ну, типа так, вот так. То есть вы взялись, а... Так и есть. Держите. Праймал бист. Это лично мое мнение. Опять же, я не претендую на какой-то авторитетный мнение, не пытаюсь его навязать. Просто мне так кажется. Саня Конович, дисклеймер каждый раз перед выступлением добавлять. Это лично мое мнение, оно ни на что не будет. А ты знаешь, как это? Ты каждый раз это... Сейчас я тут что-нибудь скажу, потом скажу, что вот, там, вот, все так думают. Нет, это только я так думаю. Вот и все. В первую очередь. Нет, ну, давай так, только идет, и будет думать, что все так думают, потому что любое мнение, которое высказывает человек, это конкретно его мнение. Ну, Димон, ты красавец, что ты это понимаешь. Не все это понимают. Да, потому что кто-то там что-то не понимает, это их проблема. Ну, так и есть. Если кто-то там что-то не понимает, это конкретно проблема этих людей. Пусть... Ладно, давайте подражать. Появился ондайнг, про которого вчера тоже Мэл рассказывал. А что там его поменяли? Ну его ондайнг нормально изменили. Его теперь, короче, смотри. То есть если ты себе там нахапал силу-силу-силу, да, и тебя немного побили, у тебя остается теперь максимальное количество хп, а не минимальное. То бишь от количества твоей силы и полученного урона теперь не зависит, сколько хп у тебя останется. Ни хрена не понял. Смотри, к примеру, ты нам... Гром не умеет объяснять. Ну да, у меня просто в голове есть план, я пытаюсь сейчас... Играю в крокодил. То есть если у тебя, к примеру, на воровной 2000 хп, ты бегаешь, и тебе внесли 500 урона, то когда у тебя вся сила пропадает, у тебя не останется минимальный этот столбик здоровья, у тебя останется, там, в основном, полторы тысячи. А раньше это было так, что это зависело в процентаже, сколько сил. Короче, вкратце у тебя хп не пропадает, Саня. Понял, все, там вот Димон так высказал. Еще есть такой момент, еще есть другой момент, это очень важно то, что противник, на котором висел ДиКей, у него как бы эти хп считались... Ну, они отнимались, ты можешь найти посмотреть. Теперь как ты работал с Андейнгом, работал на герой. Да, потому что раньше ты когда... Ну, просто я не знаю, для меня Андейнг это тоже была фриигра, приходит Андейнг, ты приходишь к Томиране, он что-то там тимажит, ДиКей, ДиКей, ты его бьешь, ДиКей заканчивается, ты фулл хп, а он стоит без маны. Ты еще там периодически стрелой подфармливаешь лес, и Андейнга прогоняешь домой. Поэтому Андейнг сейчас стал намного лучше. Все, я нашел, да, я смотрю. Андейнг стал намного лучше. Вообще лучший герой для подпевастников, которые пришли с завода, что-то лень, париться там, сидеть, думать, кликать, пришел на линию, кьюшечка, 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 вошел в замес, поставил тамбу, все, фриигра. Умер, умер и закупился, вернулся. Ты главное тамбу поставь, и все будет нормально. Главное, хорошо ее поставь, не в упор, то есть не на кого-то так, но нормально. Ты там дефолт, ты идешь к этой горе, ну, бывает место с горой, ставишь тамбу, все, фриигра. Морфинг пока что у Луны на кору появляется, мидер, я так понимаю, нужен напоследок, судя по всему. Контра-Разору? Ты про кого? Про морф. Ну, да, своего рода, в своем роде. Это плейный герой в Контра-Разору. Там всякие виверы, летуны, эмбер-спириты, там все герои хороши против Разера. Так тут Разер еще не факт, что прям кор будет, хотя на самом деле... Но его надо уже на тройку убирать. Уже, да, на тройку, мне кажется, нужно смещать. Вот вчера у нас одна команда не справилась, по-моему, это была команда Вану, да, они взяли Разер, такие, давайте мы его замынем на кора, поставим в легкую, а он ничего не сделает при игре, потому что нет ни одного героя, из которого бы он эффективно высасывал дэмош, там бегают. И Зевс, и прочие персонажи, короче. Здесь все же самое, ставят Резер, он говорит, в тузай лупил этого морфа, я пойду в сложную, просто соберу БКБ, вкачусь вперед вместе с этим динозавриком, отъеду на пару с андайингом, и нам нужен герой, который всех развалит, потому что Резер развалит здесь крайне сложно. Вообще, все движуха, умор в БКБ не юзуем. Одна шмотка, одна шмотка. И четыре героя слева фоткают. Красавчика морфа в Блокингболе. Так, что у нас там в итоге? Визажик, да, напоследок в бан. Ну, кстати, в теории, да, мог бы у Луны появиться. Ну, им герой на мид в любом случае нужен. Герой на мид против пака. Есть всякие спириты всегда, как вариант. Ну, вот спирит пока Соливар не устраивает. Да, да, правильная вещь. Конкретную, ему вообще ничего не угрожает. Опа, и Нима. О, слушай, теперь есть оружие, которое забирает морфа. Теперь у нас есть контроль. Она, правда, в сложную пойдет, да? То есть Резер, что-то, но, как майн-каррия. Но уже, как минимум, есть ультимативный герой. Есть ультимативный герой, которому, кстати, аганимчик изменили так, чтобы он хорошо разваливал, что будет работать. Ты про кого сейчас? Про нему. Ну, и Нима прикольный шарт переделали. Теперь, когда ты, ну, первый юзаешь, там возле тебя появляется еще один герой. Ну, шарт полная фигня. Ну, шарт такой, я бы сказал. Он нужен только остальной целью. Аганим хорошая. Он нужен только остальной целью забылить Блингдаггера героя. Все, больше ни для чего не нужно. С того, да. Ну, давай, будем честны, это идолоны, которые не множатся, это просто дополнительный крип, который у тебя будет на линии ставить. Это просто фри бабки для противника. Типа такое, да. То, что с аганимовым сделали, это реально классно. Мне тоже нравится. Ну, Плангарьер в итоге появляется, вот он второй герой, собственно. Я не вижу большой проблемы, а как они будут бороться с Блэкхоллом, собственно, БКБшкой. Просто дезерапши нажимаешь на морфа и все. Ну, да. Поставишь этим, типа, мол. Не, дезерапши просто нажимаешь. Ну, я понимаю, морфа спасаешь. Ну, да, и все. Окей, все, ну, посмотрим. Просто это уникальная механика, это ты неизвестимый в этой серии. За полтави секунды ты его не развалишь. Тема интересная. Короче, я не верю про MLB 100, я на морфа здесь, если честно, но, по-моему, фигня какая-то. Лост воздержишь или дашь приди? Мне пик справа больше нравится. Представляешь, что что-то кнопку нажмет. Кто его знает, может, он потеряет. Может, у него кнопки нет. Что-то кнопки так и не нашли. Давайте посмотрим, что думают наши друзья из Винлайн по поводу всей этой истории. 1.95 на матч-винер, на Империю Хоуп и 1.78 на Лунгейминг. Лунгейминг здесь все-таки фаворит. Но вы, дорогие друзья, не забывайте кликать на баннер под окном трансляции и получать приветствую FreeBet до 10 тысяч рублей и делать свой предикт на эти матчи. Ну, а мы готовы передавать слово нашим комментаторам. Это Майл и Йош. Ну, не та стадия, мне кажется, чтобы кнопки не нажимать. Все-таки у нас как? У нас чем ближе к финалу, там, Инта, тем хуже жмутся кнопки. А на ДОТ-2 Чемпионс Лиги, ну, в принципе, нажимаются вроде неплохо. Там проблемы скорее в другом у нас обычно. У нас проблемы скорее вот в принятых решениях. Там, куда пойти, зачем что-то сделать. А кнопки прижимают, по-моему, неплохо. Ну, макро страдает чаще, чем микро, на самом деле. Это, в принципе, довольно логично. Посмотрим, конечно, как будет в этом матче. Кома, вообще, такой парень довольно-таки скилловый сам по себе по нажатию кнопок. Поэтому я думаю, что справится. Да у нас тут все скилловые парни по нажатию кнопок. Знаешь, вообще, ДОТа такая игра, где вот, я уверен, что любой игрок вот из тех, что у нас остались на ДОТ-2 Л, он кнопки нажимает очень-очень круто. Но, да и вообще, любой игрок, наверное, из первой, там, не знаю, тысячи игроков нажимает кнопки. Да, конечно, есть те, кто делает это чуть лучше, но там в основном уже решает, в какой команде он играет, какие у него условия. Потому что далеко не всегда можно, что называется, один versus девять игру просолировать. Это правда. И даже если ты это можешь сделать, тебе еще и должны, ну, скажем так, такого героя отдать, такую ситуацию создать. Но посмотрим, здесь зомбарь вылез. Тот самый, про которого говорилось вчера, что зомбарь, на самом деле, может очень многое сейчас. Морф, который может перекачиваться даже в станах вновь, но только с шардом. Ему вернули такую возможность. Это напомню, что в свое время Морф тем был и силен, что у него перекачка работала в стане. И даже если тебя застанили, ты мог начинать перекачиваться и вообще сделать с этим что-то было очень-очень тяжело. Потом это убрали. Вообще, там было куча изменений, на самом деле. Морфа фиксили, начиная со второго Инта и долгое-долгое-долгое время, потому что он был имбой, и ни одна китайская команда просто, ну, не отдавали в руки. Тем не менее, Морф никогда не мог перекачиваться в Хигсе или в Сайлансе. И это, в принципе, осталось здесь. Поэтому условный пак, если не будет БКБшки Манты, может закрывать или какая-то шмотка. Но тут вообще, на самом деле, конечно, интересный драфт у Империи. Я бы сказал, он такой надавление. Очень быстрое все, куча дизейблов, куча контроля различного, и по ТВ-рам дэмэдж есть, жирное какое-то. Ну, а справа чисто лейтгейм. Если Морф Пангалер нафармит, мне кажется, они вдвоем здесь все наничтожат. Ну, смотри, мне кажется, что здесь в Империи четыре темповых героя. Это Пак Розор Андайен плюс Праймал Бист и Энигма как ультимативное решение против морфлинга. Да, то есть это один из тех героев, который заявил Black Hole, может выдать очень-очень много дэмэджа. Опять же, это морфу, и морфу может быть неприятно играть в такой ситуации. Поэтому посмотрим, конечно, как будет на первой карте. Я, честно говоря, вот так и не припомню, чтобы Пижон у нас какие-то супер-хайлайты выдавал на Энигме. Он еще в бейтах, по-моему, уже играл. Да, он играл. Вот, и как-то там, по-моему, не супер у него классно шло. Но посмотрим. Ну, а у кого там классно шло? Это правда. Не, ну у Даньки. У Даньки всегда классно шло. Ну и что же у него классно шло там? По-моему, у него как раз шло хуже всех, потому что... Да Даньки всегда руинят, на самом деле. Все же понятно. Он там оставался. Ну, тем более, значит, тогда хуже всех было, потому что ему еще и руинили. Так. Пангольер центральной линии, кстати, вернулся к нам спустя некоторое время. Пангольер опять, ему тоже поменяли немного лакешот, поменяли шилд-крэш. Теперь шилд-крэш наносит всегда, точнее, впитывает в себя 20% демеджа, если не ошибаюсь. Точнее, резист дает 20% плюс. 20% за каждого задетого героя. Да, за героя. На всех уровнях. Да-да-да, и при этом у него еще и лакешот, который теперь работает от свэшбакла вновь. Соответственно, герой стал очень-очень таким сильным, как по мне. Ну, скажем так, это явно усиление. Просто ему набавили на все уровни. Такое редкое изменение, на самом деле, чтобы на каждом уровне тебе сразу добавляли. Вот просто 20-ки, она остается на все уровни. Это довольно странно выглядит. Ну, и то, что свэшбакл опять триггерит пассивку, это, безусловно, тоже усиление. Ой, 4 руны, кстати, забирает луны. Да, что-то как-то здесь радион вообще очень плохо сыграли. Отдали 4 баунти-руны. Весь вижен расставили у нас. Еще и вард сняли, как я понимаю, господа. И сейчас снимает еще и свой вард, один динает, чтобы не снял его соперник. Короче, просто какой-то овнэйдж от луны с нулевой. 4 баунти-руны вард. Сейчас еще фб забрать. И, в принципе, можно на этом игру заканчивать. Да, но Десперейд довольно-таки скилловый парень. Как раз один из любителей вот этих вот спиритов, паков и так далее. Поэтому посмотрим на него тоже сейчас, как он будет отыгрывать, стоять против имбача. Имбач при этом на пангольере, на котором, не сказать, что сигнатурный его герой, но тоже на нем он явно неплохо отыгрывает. По линиям пак против пангольера, но здесь в целом-то для пака ситуация смотрится получше, если по героям смотреть, как по мне. То есть пак спокойненько любую пачку забирает иллюжий орба. Но опять же, пак это тот герой, который очень сильно пострадал от последнего патча за счет того, что ты больше не можешь забирать какой-либо маленький кэмп, который присутствовал раньше около центрального коридора. И теперь приходится, конечно, в ситуации, когда ты немного проигрываешь старт, заниматься другими вещами. В топе Морфлинг плюс Марси. Марси, которую немного, казалось бы, подфиксили, и об этом многие игроки в том числе писали. Что там за курица умерла? Ты посмотри, у Шадоу Демона там расходников было на миллионы. На миллиарды, я бы даже сказал, расходников. Это очень серьезное упущение. Ондайнг здесь ее забрал. Почему вообще, каким образом это произошло, учитывая, что Ондайнг стоит на легкой? Ну ладно, каким-то произошло. Сильная линия, 20 сил. Вот сейчас вот, обрати внимание. Вот смотри, видишь, у Ондайнга, у него сейчас будет фулл хп. Ну да, у него точно так же все. Да, вот у Марса останется очень-очень мало хп. Вот 250 вот у него остается. Сейчас ему сила вернется, но больше хитпоинтов не станет. Это очень большая, скажем так, проблема против Ондайна. Материал курьера Антоха. Да, и Антоха вернул. Вернул должок. Так, это что такое? Пак. Да верните нам Ондайнга, если можно. Вот просто поспал. Хотя тут ладно, ладно, не мошню. Тут тоже очень все на тоненького. Ну, принесли себе бутылку, пошли за рунами воды и все. Да, шедо-демон, кстати, появился. Один из героев, таких довольно редко встречающихся, хотя, как по мне, один из лучших. Ну, подморфа взяли. Морф там, кстати, перекачивается, захиливается. Быстренько. Быстренько в глазочку уязает. В общем, короче, Ондайнг пытается душить лайн. Но с точки зрения Ондайнга ничего не меняется. Я бы даже сказал, теперь как никогда. Так, дизрапшн пошел. Пошел, статиклинг заканчивается и все, да. С точки зрения Ондайнга ничего не изменилось. Если он не задушивает линию, то дальше он все менее и менее и менее полезен. Потому что, да, он, конечно, может поставить Тамбу, это все неприятно. Но, как правило, такие герои, как Морф, Панголер, да и Марс, в принципе, не должны испытывать больших проблем. Да, один Морф там, на самом деле, очень быстро стоит. Тамбой справится, там буквально. Да ему просто плевать на нее. Он будет кататься по драке, да и Панголеру тоже плевать. Он взрывает там, да, ему спокойно. Так, 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 пошел у нас Трэмпал, Тейра, Тейра живет, живет еще буквально пару ударов. Нет, выжил. Выжил, но Праймл Биз здесь нормально так ему раздает уронщика. Непонятно, что с этим делать. Он выбивает реген, при этом он понимал, что у Марси в любом случае есть пути отступления за счет того же самого ребаунда. Поэтому Марси здесь выживает. 17 на 3, 16 на 6 и 17 на 5. В данный момент крипстаты у нас трех коров. Эмпайр Хоуп. Есть просадка серьезная, улунный гейминг. Это бот-линия, 7-0 Марс. Кстати, сейчас спрятали Андайка, там довольно много стаков, если я не ошибаюсь. 3-4 штуки точно имеются. Вот 4 штуки как раз так сейчас. Ну, Крылату, при этом, кстати, клика вкрысся Марса. И Марсу пришлось отойти. Что-то им в упор не попало. Ой, ТСА! Взрывает такие Андайка на Ферстблад. Но погибнет сам, возможно. Коль на тычке. Да, хватает Крылату. И он забирает ТСА в размин. Ну, Ферстблад за Дайр, так или иначе. Получается у нас прям такая хорошая доминация за счет баунтера на Ферстблада. Но линии при этом заливаются Дейра. Не хватает первого очень сильно Локезу. С первого бы въехал вот сейчас Дейру и забрал. Я бы так сказал. Вот такая перекачка от Марфа пошла. В каком плане не хватает? Потому что с одной стороны не хватает, чтобы делать киллы. С другой стороны у Марфа пятый крепстат. Хуже только у Марса. У Энигмы 19 на 10. И я бы сказал, что все хватает про Малбесту. Для того, чтобы на линии стоять великолепно. Они уже отыграли те 800 золота, которые проигрывали с Баунти Рун. Они уже отыграли то золото, которое проиграли с ФБ. И, в принципе, уходят далеко вперед. В этом плане, да. В этом плане согласен, конечно. Но в любом случае, сил был бы вред. Хоп. Поехали. Минус. Красиво. Так. Прямо здесь продолжает напрягать Марс. Я очень сильно. Но здесь пытался его Дейра перекинуть на хайграунд. Не получилось. Ну, кулдауны. Кулдауны. Поэтому Дейру просто прогоняют. Но забрать его не получится. Две шестьсот разор, две тысячи Энигма, две ступак, Пангольер две. Ну, Морф с Пангольером не особо просели. Вот очень сильно просел, конечно, Марс. Невероятно сильно просел. С другой стороны, Шадоу Демон за счет Фирт Блада такой богатый суппорт получается. И вообще по саппортам ситуация получше. Коэффициенты от наших друзей Винлайн 1.82, Empire Hope, Luna Gaming 1.88. Напоминаю про баннер по трансляции. Как вы видите, достаточно уверенно себя чувствуют ребяточки и с той, и другой командой. И пока что Винлайн не может склониться ни в какую сторону. Ну, здесь абсолютно равная игра. Здесь еще, скажем так, учитывая, что в доте можно сделать, нажать перекачку в ловкость на морфе и умереть за одну секунду. Юраги момент. Тут все еще может быть. Да, Юраги, я, кстати, сегодня смотрел там на ESL Юраги, опять фидел на потери. Ой, зачем же рвет Дримхойл Эмбач и в итоге из-за этого погибнет. Как раз, но последняя тычка. Дизрапшет закрывает ДСА своего тиммейта, но Эмбач все равно взрывается от Антоки. Десперейт, кстати, может до конца драться. Еще Саленс имеется. По Марси работа. Или уже Реорг. Минус Дейра. А там остается по факту ТСА, который подошел под Тамбу, замедлился и его тоже закрывает. Это минус 3 на ровном месте от Эмпайр Холл должны быть. Да, это очень крутая атака. И Арба, и ТСА в итоге погибает. Здорово. Атаковали. Минус 3. Великолепная реализация Дримхойла. При этом на остальных линиях никаких просадок нет. Разор Энигма фармит. То есть чисто драку выиграли 3 на 3 в Салат. Получили большое преимущество. И в итоге уже там от 1000 преимущества, которое было у Луны, не остается ничего. Уже даже больше 1000 преимущества Бейт. Видимо. Глядя на Пижона. Ну все очень хорошо у Эмпайр Холл. Все просто отлично. Теперь остается только, что называется, не залить момент и продолжать давить. Потому что сейчас начнется просадка у Луны. Так как Марсу нужны шмотки, а он очень бедный. Ну ему нужны небольшие шмотки, ему не так много нужно. Но тем не менее. Так, Марс. Приглазили. Рядом есть Эмбач. Раскаточка пошла. Сюда Локс немножко не успевает. 4 стака накрылась и накрылась. В итоге отступает. Антохи также больно. Антоха про ним обракатывается еще раз. Эмбач и крылат погибает. Также и Локс отправили в страницу. Даблкил от Эмбача. Деспрейт перемещается сюда, но не успевает. Хотя возвращается на юж или орб. Нет, Эмбач все уходит. И Деспрейт также отступил. Не самая удачная перетяжка от Пака. Но и в итоге минус 2 от Луна Гейминг. Да, хорошая перетяжка от Пангальера. Очень здорово пока что действует Шадоу Демон. Шадоу Демон нанес кучу урона Ядом по Разору. Ну и вот тот самый момент, в котором слили весь свой начальный темп. И позволяют Марфу беспрепятственно фармить. Вон уже Топ Нетворс выходят. Честно сказать, тревожно становится за Эмпайр Хоуп. Потому что и Хандайинг своего особо не добился по итогам. То, что он вначале чуть поддушил, как мы видим, на игре особо не сказывается. Ну да, у Марса все еще мало. С другой стороны, Пангальер отлично себя чувствует. Морф отлично себя чувствует. И еще и большой Шадоу Демон. А здесь Шадоу Демон очень важный. Потому что Шадоу Демону нужно будет как-то прятать Марфа и подсейбливать. Если он в критической ситуации окажется. Так, у Виста есть разгон. Там еще Кетавр застанил, кстати. Поэтому Локс ушел. Да, Локс отступает. Так, Тамба пошла от Антохи. Рядом есть ТСА. Тамбу пытается бить имбач. Получается, что-то делает. Последние тычки остаются. Подхиливает Тамбу Антоха. И в итоге динает. Ее не давая золото как раз Пангальеру. Ну, опять же... Тамбой важно не фидить. Потому что зачастую Андаинг отдает примерно столько же золота, сколько за свои смерти, вызывая Тамбу. Но здесь пока все нормально. Вот как раз проблема Empire Hope действительно в том, что Андаинг себя сейчас пока немножко не реализовал. То есть он в центре помог сделать три минуса. Они, конечно, крутые были. Но по итогу он все золото практически забрал с этих минусов. Пак как-то сильно не бустанулся. Энигма... Ну, Энигма держится на хорошем нетворсе. Опять же, это ожидаемо довольно. Энигмы никак и не душили. Морфлинг с Разором свапаются первым местом постоянно. Но морфлинг у него, конечно, гораздо выше потенциал фарма. Да, это классический морф Разора. Это же с прошлого патча остается. Морфа не так часто брали. Нападение на морфа. Тут третий левел Апрайб Мобис. Что он пытается доказать Агрессив Чайлду. Непонятно. В общем... О, еще и здесь вот такая штучка. Есть Марси, который очень круто бафает. Самое главное, что это морф Разора. Главная фишка морфа Разора, то, что он полностью Разора нейтрализует. Он превращается в Разора, они кидают друг на друга статик линк и все. На этом игра для Разора заканчивается. Он не может высосать дэмэдж, а перебить руками он морфа никогда не сможет. О, едет сюда Локес. Последний момент и тычки буквально двух не хватает до того, чтобы добить Димбача. Имбач в итоге раскатывается, еще и может забрать Локеса на развороте. Имбач, последняя тычка нужна и не дает ее абсолютно никто. При этом диспрей также получает два стака Яда. Третий стак и он тоже погибает. Он хилится новой шмоткой. Какая неудачная атака, просто максимально от Empire Hall получилось. Да, не самая лучшая атака. Ну, вот в очередной раз, как мы видим, вроде бы кнопки жмутся, а зачем они жмутся, не совсем понятно. Ну, за малым не добили. Буквально не хватило одного удара для того, чтобы с Пангалером справиться. Не фижу, Блейд. Приближает свой имбача потихоньку. Уже Блейда фала, картина в подходе. В целом, у Луны Гейминг действительно ситуация сейчас гораздо приятнее на карте за счет того, что Морфлинг качается. Еще и Пангалер кучу золота имеет. Тут ТСА прячет Разор, забирает у него Курьера. Но Крылат подставляется очень сильно под арену. При этом еще и ультимейт использовал ПСА. В итоге Крылат погибнет от Марса с Shadow Demon. Это история очень и очень плохая для Empire Hall, что Крылат еще и к тому же погибает. Но Блейд не сейчас его пижон. Вообще уже выглядит так, что игра для них максимально тяжелая. И выиграть ее будет сложновато. Так как никакого темпа нет. Энигма надеется на чудодейственный Black Hole. Но, как мы знаем, сейчас это вообще не работает. Потому что кулдаун слишком большой, а темп игры слишком быстрый. Несмотря на то, что замедлили получение экспы. Ну, вернее, увеличили экспы нужное за уровень. Все равно темп игры слишком-слишком быстрый. Очень много драк. Так, тут Рэмплом Локис расфармливает стайки. Ну, нормально, нормально. Своровали хоть что-то. А шмотку забрать? Ну, алло. Ну, ребята. Это пикпол, между прочим. Ой, да. Приятная шмотка. Кнопки жмутся, но не всегда все-таки. В основном на способности, но не на шмотки в лесу. Как-то расхлябано. Ну, боялись, боялись, что зацепят как-то. Да забей, они просто забыли про нее, не увидели. Никто не среагировал. Там, Праймл Бист уже смотрел. Там, забрать шмотку. Просто забрать шмотку. Даже если ты умрешь, шмотка останется навсегда у твоей команды. Теперь ее нет. И теперь еще и кому-то не хватит вещи. Абсолютно равные кэфы от наших друзей из Винлайн. И баннер по трансляции все еще присутствует. 10 тысяч рублей фрибет. Переходите. Ну, я, честно говоря, не особо понимаю здесь равные ситуации. Так как Морф тут в соло. И нет никаких предпосылок. Более того, у Эмпайр вообще ни единого нормального действия за игру не было. Ну, ладно, они хорошо подрались на миде. Но это их никуда не продвинуло. Это не помогло им ничего сломать. Это не помогло им как-то двинуться в сторону вражеского Эншента. Не просто забрали трех героев, а потом они отдали трех героев. Правда. Сейчас вот вышку, конечно, могут забрать. Очень много их потеряют, но регенерация имеется. И он уходит. Да. Да, пока все очень печально смотрится. Тысяча золота преимущества за Луна Гейминг. У них как раз ситуация гораздо-гораздо лучше. Марс при этом еще восстанавливается. Потихоньку возвращается в игру, если посмотреть на Нетворс. 4500. 500 золота до Пака. Причем мидера команды Empire Hope, между прочим. Что очень-очень, конечно же, приятно для самого Марса. Нужно найти себе блинкдайкер какой-то. ПКБшку. Ну, и рефрешер, я думаю. Марс-то, в принципе, остался тем же самым еще с прошлых патчей до того, как его немножко подфиксили. До того, как его перестали совершенно брать. Примерно та же самая история. Просто стал чуть слабее лейнер за счет того, что брейсеры подбили. Но в целом-то, в целом, примерно то же самое сейчас. То есть вот на этой стадии игры он уже чувствует себя спокойно. Марсу нужен блинк, БКБ, и если удаются нафармить рефрешер, для него это уже сказка. Это уже отличная игра, да. В принципе, айтемов для него больше не нужно. Он и с этими артефактами даже в самом глубоком лейте очень полезен. Все остальное — это жирный бонус. Это правда. Вот у него до дайгера 600 золота как раз, и Смоук нажимает Луна Гейминг без дайгера Марса. То, что у него блинка нет до сих пор, и еще целых 600 золота, это, конечно, большой провал. Так, там поймали Морфа, по-моему. Или нет? Нет, Морф ушел. Нет, не ушел. Неудачная вылазка от Empire Hope получилась. Они хорошо, на самом деле, шли в кома, но тот успел ориентироваться на нижнюю линию именно с треугольника, которая линия, на самом деле. Куда-то при этом пошли на то. Он не увидел, что ли, как у него выходили, или что? Почему они не пошли ловить в таком случае в Смоках сами? Идут, идут, идут. Марси там на хайграунд видит Разора. Ага, ставится вард. И что, вдвоем в два саппорта Разора сейчас убьют? Кстати говоря, могут вполне себе. Да, спокойно забирают, да. Бам-бам-бам. Жесть. ТСА пока просто душит этого крыла-то нереально. Не, ну это очень жирный килл. В два саппорта убили вражеского керрия. Сбили ему еще сильнее темп, который и так уже сбит. Морф продолжает фармить. Непонятно, что с ним делать. Хоть еще сейчас пойдут разбираться с помощью Пангольера, его ультимейта. О, отличный вард стоит, кстати. Напасть можно на Пижона. Пижон тут фармит. Но Пижон не видит этого всего, не читает. Ой, Долоны. Красиво отвел. И сам встал на хайграунд. Хорошо сыграл Пижон в этой ситуации. Но имбач возвращается. Они хотят центральную линию как-то подпушить. Попробовать здесь провести какую-то, возможно, даже атаку. Но есть определенная проблема с этим. Сейчас у Empire Hope есть возможность. На самом деле, неплохо подраться. У них два ультимейта шикарных имеются. Это Dream Coil плюс, опять же, Black Hole. За счет которых можно, ну, более-менее адекватную драку провести. Да еще и Undying с тобой. Поэтому сейчас Луна Гейминг хотят вот пикоффать. Продолжать пикоффать. Еще и если крыла-то находить, то это вообще идеально. Чем они, собственно, и занимались уже на протяжении 16 минут. Чем просто душили этого Разора. Катапульта подъехала при этом. Но ката быстро сломается. И за счет нее ничего не делают. Empire Hope летит Даггер Марсу. И вот уже с Даггером Марса можно попробовать организовать еще один выход без пирейд. Пришел в треугольник, увидел кому, испугался и ушел. Ну, в общем, да, 17 минут вроде бы. Игра в самом разгаре. Но все под плотнейшим контролем от Луны. Фарминг ключевые арки. Ой, крыла! Ну, хотя тут выехал Локис. Да нет, нет, тут ничего не сделают. На хосте Пангалиер он все полностью контролирует. Танцует вокруг двух героев. Там еще два героя стягиваются. Так, так. Так, так. Промазал Сэшбак. Он ничего страшного. Три четвертого стягивает героя. Так, ну это жесть. Ну, это фрифарм для Марфа. Они оставили его снизу. Это уже проигранная драка. Если только они ее 4 в 0 не выиграют. Они ее 4 в 0 не выиграют. Энигма! Бижон врывается в ТСА. Тут же есть Меднайд Пульс. Пошел еще и Локис. Пытаются очень быстро взорвать ТСА. Получается это сделать. ТСА погибнет. Дальше за Деирой. Возможно, будет какая-то погоня от Локиса. Но не успевает он за Деирой. Или все-таки как-то успеет. Так, значит, не нажать. Есть! Все-таки у него способность. Мы застакали дизейблы сейчас. Это не лучшая игра получилась. Но все-таки забирают по итогам. Окей. Забрали двух суппортов. Морф все это время фармил снизу. Ему никто не мешал. Он прекрасно знал, что все враги сверху. Он тут фармит волной. Чем угодно. Да, просто копейки получили. И это не выигранная драка. Это первая победа от Empire Hope. Это правда. Это правда. Две тысячи преимущества продолжают сохраняться у Луна Геми в кармане. 8700 Морфлинг уже бегает. Манта Стайл действительно имеется. Дальше выход в БКБ. Но, в принципе, логично. Ну, БКБ, чтобы вообще прям ничего здесь не бояться. Единственный шанс будет убить за Блэкхолл. Но за Блэкхолл в БКБ его развалить нереально. Пикпул, кстати, возможно, ворованный. Тот самый, да, Пикпул, который своровали в Марс. Врывается в трех. Шикарная арена. Крылаты еще и подтягивают сюда. Крылаты пытаются дальше контролить. Но Локис пытается добить Имбача. Имбач погибает. Комом пришел сюда. Но Комом пока не вносит такого количества демжа. При этом Тамба стоит. Тамбу очень быстро разбили сами Empire Hope. Врывается в Крылаты. Крылат остался здесь. Последняя тычка. Но Марс забивает его копьем. И в итоге Крылат отъезжает, наверное, Пижон. Какой-то странный блинк. Непонятно. Хотел дать еще один Black Hole. Один в один, по факту. Но Black Hole потратили. Да все потратили. Размен Кэри на Мидера. При том, что у Розора Биксила и Блокинг Бар. Вместо того, чтобы реально давить, он разменивает свой БКБ на какие-то спылы. Никакой инициативы не получают. Ну и Морф. Вот как много здесь у Морфа разных опций. Он сейчас в зомбача превратился. Поставил Тамбу. Пришлось эту Тамбу имперцам сбивать самим. Да, полная, полная доминация. 9400 у Морфа. Он уже и в драке чувствует себя, как рыба в воде. Так, ну это... Пивное копье. На так, на всякий случай. Прилетел сюда. Ну у него, кстати, есть Dream Coil. Он попытается отпушить сейчас линию. Поймают ли его? Нет? Не ловят. Но Кома все равно добьет вышку здесь. Без вариантов, конечно. Ну смотри, минута 30 еще. Без Блэкхолла. И все об этом знают. И что с этим делать, вообще непонятно. Ну вот нет Блэкхолла. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, что называется. Все, и Морф пошел фармить на топ. И теперь надо бы идти Морфа душить. Вот им постоянно атаковать Морфа, Морфа, Морфа. Мало контроля просто на Морфлингу здесь, чтобы его как-то цеплять, чтобы его душить. В таком случае тяжело что-то еще посоветовать. Имперцам. Ждать Блэкхолла. Чилл. Сейчас сыграть поаккуратнее. Вот БКБ будет у Пижона. В теории БКБ это хороший артефакт или нет? С одной стороны неплохо. С другой стороны может сбить ему этот Блэкхол Панголирса с вэшбаклом с башером. Но это на самом деле все равно нужно. Нужно выкинуть Марси. Тебе все равно нужен Блэкхол Бар? Не, Блэкхол Бар нужен. Вопрос, насколько он здесь ультимативное оружие. Не, это не, абсолютно нет. Ну он неплох, но не прям совсем. Потому что Панголир может сбить, потому что Шадоу Демон может спрятать, Марси может выкинуть. И он делает Шард. Но Шард-то, кстати говоря, больше не засасывает в Блэкхол. Это же Аганим теперь засасывает в Блэкхол. Шард теперь Эдалона добавляет. Какой-то, да, какого-то Эдалона добавляет. Просто против Марси очень круто, мне кажется, сделать засасывалку дополнительную. Потому что она будет прыгать. Да и Шадоу Демон будет прыгать, пытаться подсейвить. И зачастую их за это время засасывает в Блэкхол. Но с Шардом такой опции не будет. Так, но это уже наглость от Комы, но при этом она проходит. Так, конечно, а что, а что? Он все прекрасно видит. Вот он видит Пак, а Пак тут напал на Пангольера. Пангольер нажимает. Он даже, он просто роллап нажал. Да, он роллап, и его Пак отпинал, немножко откатил. Он все прекрасно видит, видит, где соперники. Знает, что на него не выйти. Ломать Тер-2, 11 тысяч нетворса. Ну, только Юраги Мув поможет Эмпайр Хоуп здесь. Только Юраги Мув. И то даже тяжело представить, что они там должны сделать. Какие еще артисты собрать. Потому что все-таки Юраги Мув был против Алхимика. И Алхимик очень быстро апнул свой нетворс, собрал кучу слотов. Здесь Кэрри Разор, и все. Больше никого нет. Так, появляется Шард у Кавоу. У Праймал Биста появляется Шард. Есть Камень. Блинк появляется у Пангольера. Слушай, Камень это хорошо. Блинк у Марси появляется. Камень это очень нормальная тема здесь. Но нужно настолько... Опять же, да. Тут действительно какое-то чудо в данной игре может помочь Эмпайр Хоуп. Как по мне. Потому что нужно, чтобы идеальный Блэк Хоуп был. Хороший Камень. При этом все это дело бил Разор. И у Разора должны быть еще и предметы. А в Разора предметов нет. У него БКБ, Фалкан Блейд. Это очень мало. Колоссально мало на 22-й минуте. Поэтому Эмпайр Хоуп принимает решение выйти в Смаках. Пока имеется Блэк Хоуп. Как-то его реализовать. Дрим Койл также откатился у Пака. У Андэнга есть Тамба. Можно попробовать спануть героев. При этом Диспрейд цепляет, кстати, Эмбача. Эмбач сразу же рвет Дрим Койл. Но тут же эти Зрафсы, которые спасают Пижон. Его, кстати, в аренду захватили. Но он дает Блэк Хоуп. По двум героям неплохо. Раскатывается Эмбач. При этом Пижон продолжает работать. Кома взрывает локти. Закрыл Ад. Пытается ехать к Томопа. Но Эскрыл Ад улетает. Эскрыл Ад улетает. Причем еще и в Таверну. Потому что Эскрыл Кома нажал БКБ. Нажал Статик Линк. И убил его без каких-либо трудностей. Минус 2 от Луна Гейминг. В ситуации, когда еще и был в кастовом Блэк Хоул, Дрим Койл. И все было отдано от команды Эмбач. Хоуп. Ну, в общем, тут действительно уже похоже на то, что на второй карте будут решаться вопросы. Честно говоря. Просто потому что морфлинга останавливать абсолютно нечем. Да. Я так. Полезный, да, комментатор? Ну, а что тут? Тут уже действительно можно из пустого в порожнее переливать. Смотреть. Опа. Жесткий. Лыжник чуть не убило Марсом. Чуть забашивает. Второй волной. Да, да, здесь сейчас вообще критическая ошибка была, если так посмотреть. Так как все потрачено, вся инициатива слита, при этом еще и драка проиграна. Они бы даже, наверное, если выиграли драку, сейчас находились в сложной ситуации. Потому что все, что они могли, забрать Рошана с одним только Аегисом и находиться без всех своих спылов, что сулило морфу приятную игру. Но они в итоге еще проиграли драку, отдали Аегис. И теперь все еще хуже. Скажем так, даже если, даже если морфлинг не закончит эту игру на первом Аегисе, на втором с шардом он ее уже 100%. Надо Этериал Праймал Бесту и растаптывать морфа после Блокинг Бара. Единственный шанс. Кстати говоря... Кстати говоря... А что по Аганиму морфа? Его же вроде не трогали. Ну, кстати, выезжай в ТСА. Но ТСА может и заберут, хотя там имбач раскатывается. Бангалер пошел. ТСА живет, живет. Да, очень хорошо живет. Камни летят в ТСА и ТСА погибает. Но при этом Локес, ответочка пошла. Дейра перетягивает Локеса дальше. Его еще и пригвозили, но тем временем имбач раскатывается. Кома приходит сюда. Деспирейт пытается просто уйти. Но Кома превращается в Бака. В итоге накладывает Саленс на Деспирейт, а Деспирейт все равно отступает. Дейра бьет Тамбу вообще на хайграунде какого-то черта. Дейра... Все, выживает. Деспирейт тоже ушел отсюда. Короче, это такая поплавная... Поплавный выход от Эмпарков. Опа, и Копьер. И Копьер. Не, не подойдет. Рана. Рана. А вот теперь... А теперь его перекидывают. Минус Деспирейт. Жесть, как же у Пака вот все. У него просто игра окончена. БКБ у Морфлинга. Пангальер. И что делать этому Паку абсолютно непонятно. Да Паку ничего здесь уже не сделать. Еще дизрапшин. Паку здесь ничего не сделать. Все, уже... И уже никому. Морф уже бегает. Просто перекачивается в Агилу. Его никто не бьет. Никто по нему дэмэдж не вносит. Ну, сейчас ждем какой-то волевой момент. Либо Дайр пойдут просто проломают все товара. И достаточно уверенно зажмут соперника на базе. И закончат. Либо будет какая-то драка, которую проиграв уже напишут ГГ. Импайр Холк. Ну, объективно. Они-то сами тоже не дураки. Они-то сами понимают в какой они ситуации. Ну, просто в доте иногда тебе кажется, что вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас они соберутся. Сейчас хороший Блэк Хольщик по всем залетит. Это был бы Кор. Шарт уже есть, кстати. Еще как-то Ока Визиря. Да не, ну, был бы хоть один Кор, который действительно бьет в этот Блэк Холл, который что-то делает, но такого Кора не имеется. Ну, там закомбинет. Не, ну, Блэк Холл в пятерых, понятное дело, сделает очень много. С Аганимом? Да. Да и без Аганима тоже, я думаю. Но Блэк Холл в пятерых нужно еще выдать для начала. А здесь уже очень много всего. Шадоу Демона покупает шарт, у него тоже переработанный измененный шарт. Довольно интересный. Там у всех переработанный почти шарт, на самом деле. Если и не у всех, то у многих. Морф с Аегисом, естественно, пушат абсолютно один, пока вся команда загоняет оппонент на базу. Последняя вышка на периферии остается. Вот у меня столько вопросов. Вот сейчас, может быть, даже не поймают в Аегисе свою соперника. Нашли, нашли, нашли. Смок разлился. Здравствуйте. Просто забей. Динозавра выкинули. Отличный камень, кстати, по двум героям. И головой Марси обземлю. Крылат. Нажёстко. Ну, Крылат просто улетает. Пижон тоже пока бет и паут. Локис улетит. Да. Неудачно. Ну, плохо они в итоге все сделали. У меня столько вопросов к Крылату и в целом к позиционке команды Empire Hope. Вот даже в этом моменте. Крылат стоит на среднем кемпе в лесу, пока его команда ломает тире-один вышку. И у вас нету вижена абсолютно на собственный лес. То есть, почему Крылат там стоит? Почему там не стоит тот же самый Undyne или, не знаю, Primal Beast? Ну, хоть кто за кого не жалко подставить и убить, но при этом самим уйти, не прожимая блоки бар. Но в итоге продолжается тут попытка Антоху забрать. Но Антоха погибнет. Антоху здесь вообще никуда не денется. Он двух елок застрял и минус Антоха. Вот такого не должно происходить. Кома цепляет. Мишона перекачивается в ловкость! Вот оно. Yeroyimov номер один. Но здесь есть Aegis. Но есть Блокол. Блокол пошел. Куда? Марси, Марси. Марси, Марси выкидывает и Крылат в итоге сейчас тоже погибнет. Ну, это был тот самый шанс, где Морф ошибся. Но, как мы видим, уже слишком много ресурсов. И Марси не Shadow Demon, так Марси спасает. Сейчас Демон в таверну, кстати говоря, отъехал. Но, в принципе, на этом можно и ГГ написать, потому что потрачено все. Морф сейчас зайдет на хайграунд. Ой, еще и пака поймали, красиво. Все, минус пак. Давайте. Но еще 30 секунд, да. Да не, у них респаун кулдауны довольно маленький. У них глиф еще есть, они не подефаются, понятное дело. Но это, да, это, конечно, момент, который вот было близко. Казалось бы, что было близко, но на самом деле не особо. Не особо близко? Да, Aegis на Марфе зарешал. Да и даже, опять же, вот таких моментов нужно много, чтобы они убили этого Марфа. Причем они должны убить Марфа во время, когда уже будет стоять Рошан, чтобы пойти забрать Рошана. Потом снести тир-1 вышку на миде, наконец-то. Кстати, было бы неплохо. Помнишь, ее как-то раз пробили в начале игры очень сильно? Вот так она пробитая до сих пор и стоит на миде и очень сильно мешает двигаться. Ты вот там какие-то вопросы по позиционке задавал, но я даже не знаю, какие тут вопросы по позиционке. Они просто никуда не могут выйти. У них нет ни вижена, ни ресурсов, ничего. Не, это просто скорее показывает, что команда вторым номером такси играет. Ой, какой камень шикарный, залетает. Но этого не хватит. Этого просто не хватит. Арена от Марса пошла, лоу-киса очень быстро убивают. Исправед, кстати, въехал в Дейру, Дейра погиб. Но Крылат улетел все-таки на лоу-хп. Но Крылат просто драться не может. Он вообще не может находиться в драке абсолютно. Его морфлинг перекрывает на 100%. И после такого опять же задаешься вопросом, а нужен ли Разор на второй пик, кстати, иногда. Потому что, ну, вот насколько много героев, которые с Разором очень неплохо справляются. Слушай, переставить Разора на три, сделать там, не знаю, взять какого-нибудь, какую-нибудь тройку, которая будет тоже как дополнительный кор, при этом поставить хорошую линию с Разором. Ведь на линии-то он чувствовал себя неплохо. Я думаю, что Разор на второй пик имеет место быть. Другой вопрос, что... Ну, здесь в целом драфт выглядит. И исполнение выглядит не тем, которое нужно. С таким драфтом нужно было прямо зажимать врага, чтобы морф вообще ничего не фармил. Правда. Не позволять ему... Ну, уж точно не позволять ему иметь 19 тысяч нетворца. Но не получилось в итоге. Блинг дайгер, кстати. Взял себе морф. Да-да, это уже такая ситуация, когда морф чувствует себя каким-то гига-чадом мощным, который врывается. Может, с блинка сам залететь. Ему уже хочется убивать, а не спасаться. От такого морфа, конечно, нет никакого спасения. Ну что, и собирается линза. Боже мой, вот это билд у него, конечно. То есть он делает... У него кольцо на кастрейндж, он делает еще линзу на кастрейндж, чтобы вообще прям максимально... Я, правда, иногда путаю вот новый вот этот айтем, Eye of the Visor, и еще один браслет такой синий тоже, который... Какой-то браслет. Вдвоем нажимают смок, это Кома и Дейра. Кома, кстати, идет первым, но у него Блокембар, Скади, Манта, Стайл и Блинг Дайгер, его практически не взять. 15 тысяч преимущество за Луна Гейминг. Крылат идет первым. ТСА, есть ли информация по ТСА? Ну, сейчас Shadow Demons хотя бы убить. Ну, хоть кого-то убить. Нет, они сейчас встретятся на горке, в миде все вместе. И да начнется битва. Поехали, зомби. Куда все зомби, вообще зомби погибает, крылат. Зомби байбекается, въезжает Лук, кстати, в морфлинга, подхватывает его, крылат нажимает Блокембар, пытается как-то подраться с Комой, подойти хотя бы к нему. Получается, это сделает там Блокхол, но по одному морфлингу и взбивается как раз тем самым башером, о котором ты и говорил, имбачом. Арена пошла, не самая удачная крыла, пытается имбача как-то отсюда выкинуть. Получается, кстати, к тому также отступает, деспирает, неплохо взрывает имбача, дальше работает по дейре, дейра также отлесит таверну, минус 2. Да ладно, неплохую драку проводит деспирает, дальше за ТСА погоня. И ТСА-то он, возможно, и догонит, но там Кома, Кому нужно, про него нужно помнить, про него нельзя забывать ни в коем случае, но ТСА погибает. Кома въезжает после этого, а куда же Кома въехал? Кома пытается уехать отсюда, Локес не догоняет его, Кома отступает на Блингдагере. Все-таки уехал, но 4000 отыграли Empire Hope, очень-очень неплохая драка. Ну, это фантастическая драка для Empire, учитывая, что им сбили Black Hole, учитывая, как все начиналось. Но вообще, как мне кажется, здесь зарешал Frimal Beast, который просто схватил Морфа во время перекачки. Морф в итоге все вкачал в силу, он бегал там, наверное, 5 миллионов хп. Есть один нюанс, его, конечно, убить довольно тяжело в такой ситуации, но при этом он и сам не дамажит. А он еще и раскачанный попал в Black Hole под Midnight Pulse, еще и просел наполовину и уже обратно тоже перекачаться не мог. Короче, Морф сыграл очень плохо. Знаешь, в чем история? Морфингу в последнем патче же еще поменяли скорость перекачки саму по себе. Разве? Да, она стала медленнее, то есть ты медленнее перекачиваешься в ловкость и в силу. И это как раз может быть тоже очень неприятно. Если ты начинаешь перекачиваться в силу, тебя хватает в какой-то контроль, и ты до конца качаешься в силу, ты потом в ловкость не перекачиваешься абсолютно никак. Ну да, это тоже такая для Морфа, так сказать, ослабление. Естественно, чем быстрее перекачка, тем удобнее. Если разве что ты не перекачиваешься в ловкость, когда тебя бьют. Нападение на Undying. Он, кстати, после байбэка, Разор, неплохо цепляется. Правда, нет БКБ, но здесь ничего нет. Морф тоже на статиклинг цепляет Разор, а не, все, Разор взрывается. Вот он, Морф, который нажал свои кнопки, моментально минусует двоих. И там еще и Пака поймали, и Пака убили. Не, подожди. Да, сейчас. Брик. Пытается уйти. Сейчас, сейчас, сейчас. Еще, сейчас. Не попадает! Импальш! Еще, еще, еще. Он ушел, он ушел. Все, ушел. Он на варде! Не, в конец. Я думаю, именно так сейчас собирается. Он тоже, да, он тоже расслабился. Ну, а у них нет контроля карты, варды могут стоять где угодно, поэтому вот такие неприятности случаются. Ну, вот, собственно, разница. В первая драка, где Морф зашел, ничего не сделал. В вторая драка, в принципе, все сделал Морф. Я еще в первый раз удивился, что он не превратился в Разор, а не дал ему статиклинг. В этот раз он дает статиклинг. Определить это легко по статиклингу, который из воздуха высасывает. Ну, да. Точнее, в воздух, наоборот. Не, ну, ты понимаешь, просто в чем дело? Подставляется Антоха. Антоху взрывают, ну, моментально. Это зомби. Ну, тут ничего не сделать. Отдайте вы его! Продайте! Уйдите! Не знаю, БКБ, Тебаут, и все, а, бежим! Зачем вы деретесь с ним? Зачем Крылат нажимает бакимбар, разворачивается, подступается под арену и начинает драться? Это совершенно неправильный мув в такой ситуации. Если вы играете в такой, ну, в такой позиции, вторым номером, да, тут уже даже не вторым, тут в третьем, можно сказать, номером практически, потому, ну, так нужно и соответствовать, нужно пытаться как-то кайтить, да, находить фарм по всей карте, где возможно и так далее. Сейчас ты скажешь, конечно, Марфа раскайтить с Пангольером. А Пангольер был в другой части. Он в этот момент боролся с Диспрейтом. Да не, можно было уйти оттуда, сто процентов. Нужно было уйти, потому что у них хотя бы не было всех спелов, и они были банально не готовы к драке, в отличие от прошлого раза. Ну, это Дота. Вот он решил подраться, через секунду понял, что надо уходить, но идти уже не получается, потому что Марфа под сайдкиком слишком много дэмэджа под статиклинком. Абсолютно неправильное решение. Ну ладно, зато у Луны Гейминг все очень круто. У них Аэгис, БКБ, Скади. Сейчас будет Свифт Блинк, скорее всего, у Хомы. Он просто будет въезжать в этого Розора с Блинкдайгером. Может быть, даже без статиклинка, на самом деле, обойдется. Зачем? Он и так этого Розора просто за пару секунд там изничтожит. Четыре минуты Аэгис. Кома идет первым. Показывает всю территорию. Абсолютно ничего не боится. А вся команда вчетвером стоит сзади. Причем еще и в тройку выходили зачем-то. В смоках, ребята. Ну, возможно, просто рефрешер какой-то забрать. Словом, там на Марсе тот же самый, который только появился. Кома. Ну, вообще, тут Кома уже опасно играет, на самом деле. Да, за ним там недалеко где-то ТСА, в принципе. Но если как-то здесь Кома взорвут, то... А, тут уже без вариантов. Кого-то нашли? Нашли, 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 нашли пижону. Нашли крыла. Это крыла нажимает боковая пижона, нажимает боковая. Все, тупауты. Просто тупауты. Просто уйти. Но въезжает Деспирейт по итогу в ТСА. Дримкоил ставится. Неудачно ставится, кстати, от Комы. Деспирейт. Ну, тяжело, да. Везде, кругом враги. Что поделать? Не нападать в ТСА. Просто не бежать. Ну, ладно. В любом случае. Сделали, что сделали. Минус Деспирейт. У него есть возможность выкупиться. Дримкоил также откатывается. Его не будет при защите хайграунда. Совсем скоро Кома до этого хайграунда, я думаю, доберется. Центривар пока падают. Да, 45 секунд еще. Ну, конечно, за это время Кома вышку точно сломает. Мне кажется, даже гораздо больше. Бежал Миднайт Пульс. Врывается, кстати, Кома. Прыгает в Крылату. У Крылаты ПКП нет, но рефрешер есть. Пригвозили Крылату, Крылату, Таверну. То даже Антоха. Минус 2 от Комы. Он начинает бить Тамбу. Тамбу очень быстро разбил. Кома продолжает. В принципе, можно чуть-чуть не в трон попробовать ринуться. Прям в данный момент, учитывая, что три героя в Таверне. А, нет, решают вот так вот аккуратненько, аккуратненько, академично. Финал интернешнала. Да. Правда. Меньше на барах сломали. Вторая сторона падает. Кома. Ну да, первая карта Тестына не заломает на гейминг. А он умер хоть раз? Марфа куда-то раз убили, да. Я тебе тоже не помню. Ну, по-моему, было что-то. Так, пошел байбэк от Крылаты. Локес полетел на БКБ. Тупчет землю. Пижон врывается. Блэкхол по трем героям неплохо, но ТСА рядом. И он прячет по итогу морфлинга. Имбач также уходит. Арена ставится. Пижон погибает. Крылат также отправляется в Таверну. Крылат без байбэка. Трипл хил от ТСА. Дайте ТСА рэпы, что называется. Пижон, кстати, байбэк. Он пришел сюда. Пытается от Деспирейта забрать. Но Деспирейт пока прячется. Тянет время. Имбач. Есть Эбисал Блейд. Минус ГГ. 1-0. Вулнагейм в первую карту сутки выигрывает. Но это специально была драка для Ластап. Потому что всю игру шаду у Демона даже и не нужно было прятать морфа. А вот как раз таки в последней драке он нашел позиционку. Он спрятал морфа. Думаю, что если бы он его не спрятал, игра бы все равно закончилась очень-очень быстро. Как там Демон? Так? Я не знаю. Вот так. Какие у вас там с ним дела? Я не знаю, что он там делает. Сейчас мы это все увидим. Но, собственно, победа морфа, которому дали расфармиться, аналитика подробнее расскажет про эту карту. Да, изи предикта от нашей студии аналитики, что джем, что лост, прям сразу, прям, тум, сказали, что будет так, будет так, так оно и было. В принципе, здесь, наверное, другого результата мы не ожидали. Хотя надо два цели, можно ожидать. Короче. Абсолютно всего. Тедисон, этот, как его, динозаврик, фри ПТС, фри игра. Морф настолько хорош, что ему даже Шаду Демо не понадобился. Ну, всю игру там просто бегает, его в пяти ровни могли убить, даже через блокхолл. И, ну, суммарно, ты вот играешь, у тебя реально один кэрри, один кэрри, и вся его механика, вот этот статик линк, ульта, он там настакивает минус бронин, высасывает урон, контрится одним спилом волна морфа. Все. Если одним спилом контрится вся механика вражеских героев, вот все пять героев кастует, все, что они могут, а герой просто нажимает блокимбар волну, и все, они ему ничего не могут сделать. Где-то ошибочка, где-то маленькая такая, может быть, и не маленькая, а огромнейшая ошибочка в драфте, которую надо фиксить. А именно, нужно отказываться от Рейзера Ферст Пик, потому что мало того, что его занерфили, напомню, его занерфили, мало того, что в прошлом патче его на Ферст Пике хорошо реализовали такие команды, как BB Team, LGD, Spirit, то в этом патче, ну, как бы, другие команды не умели, они с ним проигрывали на Ферст Пике, то в этом патче, я повторюсь, его нерфанули, и поэтому нет ни одной причины продолжать его брать на Ферст Пике, если команда не умеет подстраивать под него драфт. Ну, мне кажется, глобально все же очень сильно сказалось здесь отсутствие контроля у Empire Hope, как говорил Димон, по сути, у них такой хороший уверенный контроль был только в виде Enigma и ее Black Hole, вот и все. И была закрывашка. А? И была закрывашка на Black Hole. Да, да, тем более. И пак вот этот вот со своим Silent Sandring Coil, он здесь, он ничего не делает. Но справедливости ради стоит сказать, что и Лу на начало не очень-то хорошо провели, там в какой-то момент, там, получилось так на линии, что Нетворсы, Марса и... Шадо Демона были примерно одинаковые, в какой-то момент Шадо Демона, мне кажется, обогнал, может быть, Марса. Ну, Марс, откровенно говоря, плоховато поставил линию, но потом, конечно, реабилитировался по игре. Ну, там Андайан, ты видишь его на Нагитаре? Андайан, ну, спору нет. Андайан, спору нет. Андайк себя хорошо погодил. Да, Андайан, красава. Спору нет, но вот здесь тоже, кстати, классный момент будет на центральной линии, когда в итоге Пангалера выживет. Сейчас еще, по-моему, двоих размотают, если не ошибаюсь, но Праймал Беста точно заберут. Бачда здесь на шарах просто заехал. Да, на шарах, на стальных своих шарах, я бы сказал, въехал в драку. Да, еще и Пака раздавили по итогу. Я бы на его месте просто взял, укатился бы в закат куда-то. Зачем? Ну, потому что, ну, у тебя 100 хп типа. Ну, ты не профессионал, в отличие от него. С этим не поспоришь. Собственно. А он чувствует героя, понимаешь, это сигнал. Ну, Тесна, на самом деле, мне показался, знаешь, вот такой вот скрытый MVP этой карты, потому что очень часто оказывался в тех моментах, где нужно подсейвить. Понятно, это его задача, но он сделал, по-моему, вообще все грамотно. Ты готовься к тому, что Шаду Демон вообще в целом, благодаря проработанной механике, он будет почаще появляться в драку. А что там применялось? Ну, у него такая штука прикольная. Ты кастуешь на противника дебаф, и чем больше ты вносишь по этому противнику урона, тем больше урона получают средники, которые находятся рядом. То есть это такие... Сплэш. Короче, Fatal Bones на минималках, я считаю. Нормально. У тебя не по всем работают, а от одной цели и дублируются ко всем. Это довольно-таки прикольная штука, поэтому вот именно на фазе, когда нет блокимбаров, это вообще адовая штука, так как там слишком много дэмэджа. Да, я смотрю, на самом деле, Valve в целом сделали такой приличный упор на сплэш. Они добавили две шмотки, да, одна оранжевая, которая тебе дает тычку, да, которая как у дровки у тебя, как у тебя ультимейт был, когда у тебя раздвояют, ну, твой снаряд. Блин, в соседние цели залетают, да, также здесь. Что со способностями, то же самое примерно пытаются делать. То есть вот, хотят немножко разнообразить этим, так сказать, геймплей. Хотя больше моментов, больше хайлайтера, больше, с этой механикой довольно-таки легко сделать переворот, если вы реально вот кого-то зафокусили, дали стандартам, хотим на 2-3 секунды и резко дали ферст. Там все шансы кого-то забрать. Ну и Праймал Биз, да, опять же, герои, вроде взяли его на пятерку, ферст пик герои. Лайну хорошо оставил, к слову. Полайн вообще вопросов нет, но знаешь, стадию лайнинга сейчас не так уж. Да, 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 но по игре вот он закатывается в драку, значит, у нас пангалер катается, и ему вообще плевает на этого героя. Морф просто выкатывается волной, и единственный герой, по которому катается более-менее, это два саппорта и Марс, который будет только рад увидеть его рядом с собой. Ну такое, то есть с драфтами у имперцев слабенько, очень слабенько. Вообще мы видим, что у нас какая-то тенденция, что когда выходит новый патч, вообще самое главное, это кто умеет круто драфтить, потому что кнопочки тут в целом плюс-минус нажимают почти все. Ну да, чуть лучше, чуть хуже, а вот когда выходит новый патч, хороший драфтер он вообще. Да, там вообще... Потому что ничего не понятно. Хаос полнейший, да, у всех причем. Кто-то пытается играть по каким-то старым наработкам, но старые наработки уже не работают, к сожалению, да, как не пытаясь. Нужно как-то успевать перестраиваться, адаптироваться, и, к сожалению, не каждой команде дается. Пока что Луна здесь, мы видим, так, выбрала героев, которые не особо сильно-то изменились по итогу, все те же самые добрые герои. Я знаешь, кого хочу увидеть, этого героя, он до этого все время на Ферс Пик заходил. Ну прикольный, там просто механики есть, с которых я реально рву, там пилечка Кентавра. А героя, который был, ты битмастер, знаешь, что там новая механика? У него теперь барабаны. Он билд барабаны? Да, у него барабаны, теперь он долбит в них. Я уже чувствую, это за место, где у тебя там битмастер бьет барабаны, Кентавра набирает тех, за проезд передаем, Возит потом тележкин, короче, и уезжает на это место, это просто кек там, не знаю, Покажите, и под В... Уже потихонечку только, надо, знаешь, едем-едем в соседнее село, Они просто уезжают из драки, вот это вот, да. Короче, таких героев, на самом деле, это побольше, потому что, ну, уже как-то весело даже просто за этим наблюдать. Не, ну, знаешь, веселье-веселье, но потом это в какой-то театр абсурда превратится, Когда ты будешь рукой по лицу биться раз за разом, И такой, боже, что происходит в этой игре, ну, то есть, это за фигня. Вот, не знаю. Я, мне кажется, мы вот с этой тележкой Кентавра, Мы скоро ее не увидим, я, возможно, думаю, что ее уберут. Ну да, во-первых, Кентавра-то мы не видим вообще в драфтах. Ну, это да, но тренировать, это те штуки, которые вот они унесут, это типа комбинушки. Самое мощное, что я видел, это когда Кентавр бьет цемку, У которой, кстати, маленький эмэс, и он просто возит ее по замесу, Она с букинбаром дает ультимейт, и стабиле делает трампаж. Я столько муйков посмотрел за один день, и это даже видел, да. Но как же это мемно выглядит. То есть, садись, подруга подвезу, и поехал просто катать. Вот такое, не знаю. Здесь пока морф у нас, на самом деле, вчера появлялся, сегодня, И позавчера мы комментили еще, правда, с дома, тогда был морф, конечно, очень сильный. Какая его, по сути-то, не изменила. Его не изменила. По сути, как мне кажется, усилили. Его усилили. Да, тебе дали шарт, у тебя есть возможность назвать перекачку в стане. Это очень сильный буст для него. И почему бы и не брать этого героя? Кстати, если бы, мне кажется, убрали ему возможность перекачки в стане, Тогда бы это прям серьезный такой фикс был бы этого. Просто в таком случае он почти неизвестен. Раньше был шанс его забрать, как вот там на мажоре был. У нас Юраги случайно в ловкость начал перекачивать. Здесь тоже такой момент был, когда Эгис выбили из морфа. Он тоже случайно ловкость нажал и забыл. И блэкхолл. Что можно... Ну, короче, это очень сильная штука. То есть это очень сильный шарт в совокусности дает ему большое преимущество вообще на любой стане. Потому что это 5000 хп там будет бегать у тебя в минуте на 35 или на 30. И не сказать, да, несмотря на то, что проиграли Empire Hope, Что пак как-то полностью вывалился из игры. Он свой демедж давал. Он нормально надамажил. У него есть вот этот контроль. Но так или иначе, вот совокупность героев у команды Empire Hope, Она какая-то такая довольно странная. Слушай, если бы это был старый добрый пак, С старым аганимом, я бы сказал, он гораздо больше импакта внес. Здесь его контроль... Старый добрый пак. А это убрали зачем-то? Я не знаю, зачем убрали. Какой же раньше классный аганим. Берешь аганим, да. То есть раньше это нормальная практика. Ты берешь паков на центральную линию, У тебя там, допустим, к какому-то таймингу появляется Блокинг Баро урагов, Ты берешь аганим и все. Ты их загрываешь. Да, и ты всегда к месту. А сейчас, ну, вот эти вот билды с раскастами, ну, да, где-то возможно сработает, Но мне кажется, это сработает только в том случае, Когда ты играешь очень жестко первым номером, И ты доминируешь в первую очередь. Когда у тебя что-то идет не по плану, Этот билд уже перестает, мне кажется, работать. Короче, да, слишком долго, слишком много времени паку нужно, Чтобы он реально вошел в игру, и 25 левел слишком долго... Ну да, до 25-го ты попробуешь... Это знаешь, как вот реально выходят патчи, Вот какие-то изменения, там все смотрят. Вау, там на 25-м левеле такая АМБА. Да, ты такой... Ну, а ты попробуй даже видать этого 25-го левела. А с ним крутые, когда про саппортов говорят. Ну да, вот именно. У нее такой крутой аганим, знаешь, для пятерочки. Такой думаешь, а на какой минуте тебе появится аганим? Так, да, я подумаю на пятерке. Ну, минут на 35-й, там, 40-й, дай бог, да, Когда там уже у всех все есть, как бы, Ты, наконец-то, аганимчиком обзаведешься. Вот такое. Это правда. Ну, ладно, впереди как минимум одна карта еще этого противостояния, Ну, и чтобы вас не покидали силы, дорогие друзья, Лучше восполнить энергию, как это сделал Lost прямо сейчас Замечательным напитком Tornado Energy. Есть замечательный баннер под окном трансляции. Кликайте на него. Там предоставлено 11 разных вкусов. Я думаю, вы для себя любимый 100% найдете. Ну, а мы пока уйдем на небольшую рекламную музыкальную паузу И совсем скоро вернемся к вам со второй карты.